В этом видео вы узнаете, что такое обратная задача кинематики, как ее решать, а также научитесь работать с библиотекой языка C для решения обратной задачи кинематики, которую можно свободно скачать с моего репозитория. Кинематика манипулятора изучает геометрию движения манипулятора относительно абсолютной системы координат, не рассматривая силы и моменты, порождающие это движение. Соответственно, существуют две задачи, которые решает кинематика. Прямая и обратная. Прямая задача звучит так. Для конкретного манипулятора по значениям обобщенных координат и геометрическим параметрам звеньев определить положение и ориентацию схвата манипулятора относительно абсолютной системы координат. Обратная задача кинематики полностью противоположна. Найти значение обобщенных координат, зная геометрические параметры звеньев и положение и ориентацию схвата манипулятора относительно абсолютной системы координат. Основной трудностью решения обратной задачи кинематики является то, что в отличие от прямой задачи кинематики, для нее не существует универсального алгоритма решения, подходящего для различных конфигураций роботов. В этом видео изложен иерархический подход к решению обратной задачи кинематики. Он является наиболее простым универсальным методом решения данной задачи, позволяет получить однозначный, не требующий дополнительных проверок, результаты за малое количество итераций. Идея подхода заключается в следующем. Выбирается ограниченный набор сочленений, необходимых для реализации движения. Этим сочленением назначается последовательность движения и ограничение этого движения. Затем с помощью трех простых правил производится последовательное итерационное приближение до тех пор, пока не будет получена требуемая точность решений. Рассмотрим решение на примере. Пусть это будет рухзвенный робот-манипулятор. Подготовительный этап. Первое. Нумеруем сочленения от стойки к схвату. Второе. Выберем необходимые для движения сочленения. Пусть это будут все сочленения манипулятора. Третье. Назначим последовательность движения выбранных сочленений. Сочленение Q1 отвечает за поворот манипулятора относительно стойки. Затем сочленение Q3 отвечает за достижение требуемой ориентации схвата. Заключительным действием сочленение Q2 подведет схват манипулятора в требуемую точку. Четвертое. Назначим ограничение изменений обобщенных координат. Звено Q1 изменяется от минус π до плюс π. Звено Q2 изменяется от минус 30 до плюс 30 сантиметров. Звено Q3 изменяется от минус 5π на 6 до плюс 5π на 6 радион. Начальное положение механизма определяется начальными значениями обобщенных координат. Пусть Q1 равно 0, Q2 равно 0 и Q3 равно π на 4. Решение обратной задачи кинематики заключается в постепенном приближении к заданным положению и ориентации схвата путем изменения, увеличения или уменьшения значений обобщенных координат той же последовательности, в которой должны двигаться выбранные сочленения. Каждая обобщенная координата изменяется в соответствии с формулой. Q2 равно Q2 минус 1 плюс сигн ИТ плюс дельта Q2, где Q2 и Q2 минус 1 – значение обобщенной координаты на предыдущей и текущей итерациях соответственно. Сигн Q2 – знак приращения обобщенной координаты, дельта Q2 – величина при приращении обобщенной координаты. Затем для этой обобщенной координаты производятся следующие проверки. Проверка влияния обобщенной координаты на расстояние от схвата до цели и или на ориентацию схвата. Проверка достижения обобщенной координатой, предел в ее изменениях, установленных разработчиком. В зависимости от результатов проверок предпринимаются следующие действия. Если расстояние до цели уменьшилось и или ориентация схвата стала ближе к желаемой, то дополнительные корректировки не нужны. Переходим к следующей обобщенной координате. Если изменение обобщенной координаты привело к удалению от цели или увеличению углового отклонения от целевого положения, но ее значение еще не достигло пределов изменения, знак приращения этой координаты изменяется на противоположный. Если значение обобщенной координаты достигло пределов изменения, то соответствующее ей приращение также меняет свой знак. Если после изменения знака приращения схват по-прежнему удаляется от цели, то происходит отмена последнего изменения обобщенной координаты. В соответствии с идеей иерархического подхода разработчик назначает определенную роль в реализации заданного движения. Например, одно сочленение может отвечать за поворот к цели, два других – за сближение с целью, сочленение, находящееся ближе к схвату, за ориентацию схвата и т.д. В алгоритме подобные роли сочленений проявляются на этапе проверки соответствующих обобщенных координат. Если сочленение отвечает только за сближение с целью, для него проверяют изменение расстояния от схвата до цели. Если сочленение отвечает за ориентацию схвата, для него проверяют угловые отклонения ортов с системы координат схвата от осей базовой системы координат. Если сочленение отвечает за положение и ориентацию, проводятся оба вида проверок. Если в основу решения положен набор движений, то процесс решения будет состоять из-за нескольких циклов, выполняемых последовательно. Работа с библиотекой RGM3 Reverse Kinematic Для того, чтобы начать пользоваться библиотекой, необходимо создать следующие переменные. Массив Double – величиной, равной количеству сочленений конкретного робота. Массив необходимо инициализировать начальными значениями обобщенных координат. Для удобства можно завести второй аналогичный массив, который будет использоваться для временного хранения обобщенных координат после итерации, но до проверок. Массив Double – хранящий значения ограничений изменений обобщенных координат, где на нулевой и первый элементы – минимальное и максимальное ограничение для первого звена, второй и третий – для второго и т.д. Массив Double, который будет хранить величину приращения обобщенной координаты, где нулевой элемент – величина приращения для первого звена, первый – для второго и т.д. Переменного типа UnsignedInt, которая будет хранить делитель, необходимый для вычисления величины приращения обобщенной координаты. Массив типа Double на 16 элементов, который будет хранить положение и ориентацию конечной матрицы поворота робота, т.е. однородную матрицу преобразования координат. А также массив на 16 элементов, который будет хранить указатели на функции со следующим прототипом, т.е. однородную матрицу преобразования обобщенных координат в общем виде. Это функции, которые содержат решение прямой задачи кинематики для конкретного элемента данной матрицы. Их необходимо определить перед главной функцией Main. Библиотека RGM3 Reverse Kinematic предлагает следующие функции для операции с этими данными и решения обратной задачи кинематики. SetIterationStep. Данная функция устанавливает приращение обобщенной координаты для конкретного звена. Первым параметром она получает номер сочленения, для которого необходимо установить приращение, при этом нумерация начинается с нуля. Вторым параметром она получает адрес массива Double, который хранит пределы изменения обобщенных координат. Третьим параметром делитель, необходимый для вычисления приращения. Возвращает функция величину приращения конкретной обобщенной координаты. Эта функция аналог предыдущей, которая первым параметром получает любой диапазон, а вторым параметром – делитель. DoIterStepPosition. Данная функция возвращает значение итерационной координаты после приближения, если приблизить координату к требуемой позиции удалось. Если приблизить координату не удалось, то она возвращает старое значение обобщенной координаты, то есть такое же, какое ей было передано. Первым параметром она получает массив указателей на функции, которые содержат однородную матрицу преобразования координат в общем виде. Вторым параметром – однородную матрицу преобразования координат требуемого положения. Третьим параметром – количество сочленений в конкретном роботе. Четвертым параметром – номер сочленения, которое необходимо итерировать, при этом нумерация начинается с нуля. Пятым параметром – массив, содержащий величины приращения обобщенных координат. Шестым параметром – массив, хранящий значения обобщенных координат робота. Данная функция аналогична предыдущей за исключением того, что она пытается не приблизить координату к требуемой позиции, а достичь требуемой ориентации схвата манипулятора. Данная функция возвращает истину, если конкретная координата достигла или превысила предел изменения. Первым параметром – она получает номер проверяемого сочленения, при этом нумерация начинается с нуля. Вторым параметром – она получает адрес массива Double, который хранит пределы изменения обобщенных координат. Третьим параметром – массив, хранящий значения обобщенных координат робота. Следующие две функции возвращают значения требуемой координаты, наиболее удаленные от требуемого положения. Эти функции стоит использовать в связке с функцией из Limit-Riched. Причем первая возвращает наиболее удаленное положение по позиции, а вторая – по ориентации. Также библиотека описывает ряд функций, необходимых для диагностики. Get-TCP-Matrix – возвращает динамический массив, содержащий конкретную матрицу манипулятора, для положения с заданными обобщенными координатами, которые передаются ей вторым параметром. Get-Absolute-Error-Matrix – возвращает динамический массив на 16 элементов, содержащие величины абсолютной ошибки между текущим положением манипулятора, матрица для которого передается первым параметром, и требуемым положением матрицы, для которого передается вторым параметром. Get-Relative-Error-Matrix – эта функция аналогична предыдущей, за исключением того, что она передает величину ошибки в процентах. Get-Max-Error-Of-Position – эта функция получает на вход матрицу, полученную от функции Get-Absolute-Error-Matrix или Get-Relative-Error-Matrix, и возвращает максимальное значение ошибки по позиционированию. Get-Average-Error-Of-Position – эта функция получает на вход матрицу, полученную от функции Get-Absolute-Error-Matrix или Get-Relative-Error-Matrix, и возвращает среднее значение ошибки по позиционированию. Следующие две функции аналогичны предыдущим, только возвращая значение ошибки по ориентации, а не по положению. Для того, чтобы можно было получить информацию от нашей программы, воспользуемся тремя функциями библиотеки RGM-3 Output, которые сформируют вывод и отправят его в стандартный поток. Скорее всего, это терминал. Функция Term-Print-Matrix выводит матрицу размером, переданными третьим параметром Row и четвертым параметром Call, количество строк и столбцов соответственно. Вторым параметром передается указатель на первый элемент матрицы типа Double, а первым параметром – любой строковый литерал. Этот параметр можно использовать как строку, содержащую наименование матрицы. Функция Term-Print-Error выводит в стандартный поток общую информацию об ошибках. Вторым, третьим, четвертым и пятым параметрами необходимо передать возвращаемые значения функциями из библиотеки RGM-3 Reverse Kinematic. Get Max Error of Position, Get Average Error of Position, Get Max Error of Orientation, Get Average Error of Orientation. Первым параметром следует указать 0, если переданные параметры относительные, то есть в процентах, или единицу, если абсолютные. Функция Term-Print-Gen-Coord выводит в стандартный поток значения переданных ей обобщенных координат. Первым параметром она принимает номер итерации. Вторым – количество сочленений исследуемого механизма. Третьим параметром – указательный массив обобщенных координат. Написание управляющей программы. Подключаем библиотеку stdlibh, чтобы получить доступ к необходимым функциям. Также подключим библиотеку mafh, чтобы получить доступ к косинусам и синусам. Потом подключим нашу библиотеку RGM-3. В кавычке палочки RGM-3 reverse kinematic. Вот так можете присоединить библиотеку, если она находится в одном директории с вашим проектом. Если она лежит в каком-то другом месте, то вы должны указать абсолютный путь до этой библиотеки. Также подключим библиотеку для того, чтобы получить вывод на терминал. После чего, для удобства, определим дефайны размеров нашего робота. Теперь нам нужно описать функции, которые помогут нам ставить однородную матрицу преобразования координат в общем виде. Это вот эта матрица, это матрица робота, то есть между его базовой системой координат и его схвата, то есть его tool center point. Описываем их. Я возьму такую новую функцию TCP, tool center point, а затем за что он отвечает. То есть нулевой элемент матрицы, как известно, отвечает за косин с углом между старой осью X, то есть базовой системой координат, и между новой осью X, то есть между осью системой координат схвата. Я буду возначать их как X и XH. Потом описываем, принимаем значение функции const double, и это будет массив наших обобщенных координат. Я пишу, добавляю const, функция обещает, что она не будет изменять данный массив, она просто будет обращаться по этой памяти для чтения, не для изменения. И переписываю то, что у меня описано здесь. Нумерация начинается с нуля, поэтому тут 1,3, у меня получается 0,2. Следующий элемент. Я немножко ускорю этот процесс и напишу за кадром. Так, я закончил описывать функции, поэтому теперь переходим к следующему этапу. Опишем наши перемены для того, чтобы мы могли их заносить в функции библиотека RGM3 Reverse Kinematic. Сначала опишу константу, которая будет означать количество сочленений моего робота, их 3. Описываю массив, который будет хранить значение обобщенных координат моего робота. Инициализируем его начальным значением. У меня будет 0,0,0,0 и P, деленное на 4. P на 4. Затем мы опишем массив, который будет хранить значение обобщенных координат после итерации, но до проверки. Я просто скопирую и подпишу ему PostFixEther. Затем я опишу массив, который будет хранить ограничения минимальные и максимальные для каждого звена. Поскольку у нас для каждого звена будет 2 значения, я умножаю количество звенев на 2. И я сразу же инициализирую массив необходимыми значениями. После чего я определю массив, который будет хранить величины превращения обобщенных координат на каждой итерации. После чего я определю беззнаковый целый тип. Это будет тип хранить переменную, который будет делителем для нахождения этого превращения обобщенных координат. Пусть вначале будет инициализировано 100. Дальше я для удобства напишу целочисленную переменную. Назову ее Матрикс N-A4, то есть размеру нашей квадратной матрицы. Нашей матрицей однородного преобразования координат. Сейчас напишу матрицу, которая будет описывать наше конечное финальное положение нашего манипулятора. Это будет положение, которое мы будем искать. Точнее, мы будем искать обобщенные координаты, которые смогут подвести наш схват в это положение. Сейчас мы должны будем описать массив, который будет хранить нашу однородную матрицу преобразования координат в общем виде. Я назову этот массив TCP-матрикс. Передаем название наших функций. Теперь я опишу переменную, которую мы будем использовать для хранения количества итераций. И опишу указатели на тип Double, который будет хранить различные матрицы. Этот указатель будет хранить тип текущей матрицы во время операции, то есть в каком положении сейчас находится схват. Этот указатель на матрицу я буду использовать для того, чтобы хранить матрицу абсолютных ошибок. А следующий указатель я буду использовать для того, чтобы хранить матрицу относительных ошибок. Теперь выходим к написанию нашей главной программы. Сейчас мы опишем главный цикл. Этот цикл будет выполнять наши итерации. Этот цикл будет спуст условием, то есть он будет проверять значение уже после того, как выполнить все итерации. Этот цикл будет условие, например, что он будет выполняться до тех пор, пока мы не достигнем какой-то определённой точности. Вот я запишу по среднему значению ошибки позиционирования, R-матрикс, то есть Relative Matrix. И, например, до тех пор, пока оно будет больше полпроцента. Соответственно, мы должны при своей значении, мы должны как-то инициализировать наши эти матрицы. И для этого сразу опишем, везде, чем считать на матрицу ошибок, мы должны получить матрицу в текущем положении. Для этого мы используем T-матрикс. Указатель, как мы говорили, с KIPI, и он будет получать значение от функции get TCP-матрикс, то есть от функции, которая считает значение матрицы при текущих значениях наших общенных координат. Соответственно, передаём сюда нашу однородную матрицу по образованию в общем виде, и затем передаём ему наш массив обобщенных координат, Q. После чего мы посчитаем абсолютную матрицу. Мы сюда передаём нашу матрицу в текущем положении и матрицу в финальном положении. Таким же образом мы получим матрицу относительную, только здесь уже будет R-матрикс, не абсолют-еррор-матрикс, а Relative Error Matrix. Так, это мы сделали. Теперь мы после того, как написали главный цикл, будем заносить, будем делать собственно нашу программу. До этого мы опишем такую конструкцию, которая универсальная. Мы выполняем итерацию до тех пор, пока наша итерационная координата, то есть после итерации, не поравняется с текущим значением нашей обобщенной координаты. Потому что функция, которая итерирует, она, если уже больше не может итерировать, то есть она достигла этого самого близкого положения, она возвращает то же значение, которое получила. Соответственно, для нас это красный флаг, что нам пора выходить. Это общая конструкция, и также мы в нее добавим итер плюс плюс, то есть инкрементирование нашей перемены итер, то есть мы будем считать количество итераций, которые мы прошли. Кстати, почему я написал Q0? Потому что, согласно нашему плану, который мы составили, мы сначала итерируем первую координату, потом третью, потом вторую. Поэтому, начиная с первой Q0. Соответственно, запишем функцию нашей итерации. Она возвращает значение итерируемое, поэтому мы ее будем присоединить к ее итеру. Do, итер, степ, позицион. То есть будем приближать по позиционированию. И передаем наши значения TCP, matrix, потом конечное положение, к которому мы хотим прийти, количество сочленений в нашем механизме. Сюда можно передать pairs, нашу константу, которую мы писали. Потом номер текущего сочленения, которое мы изучаем. Потом массив превращения общей координаты. И потом, соответственно, массив, который содержит наши эти координаты сами. И, соответственно, поскольку у нас цикл с постусловием, мы должны Q0. Давно Q итер 0. То есть если пройти теперь по этому массиву, то мы увидим сначала у нас инкрементированное значение количества итераций. Присваивается итерационное нашему текущему, итерационное текущему приравную присваивается. Потом происходят итерации. Если у нас это совпало, тогда оно выходит из этого цикла. Если не совпало, то продолжается. Со следующей итерацией у нас это присвоилось. И если здесь ничего не изменилось, то мы входим. А если что-то здесь изменилось, тогда мы продолжаем итерировать. Нужно посчитать вращение общей координаты. Это делается очень легко. Мы сделаем это в теле главного цикла. И мы пишем delta для первого звена delta 0 равно set iteration tab. Потом передаем массив ограничений. И передаем наш делитель. И так, соответственно, для каждого звена. После чего мы будем скопировать наш цикл, где мы итерируем координаты. И начнем второй. Дальше у нас изменяется после того, как изменилось у нас первое звено. Мы изменяем третье, согласно нашему плану. Я пишу вторые звенья здесь. И второе звено я предлагаю итерировать не по позиции, а по ориентации. Потому что оно самое близкое к сквату. И, соответственно, если согласно теории мы должны итерировать его по ориентации. И дальше мы будем работать со вторым звеном нашим. В данном случае оно у меня поступательное. Соответственно, меняю уже на единички. Кстати, надо тут тоже поменять. Меняю тут на единички везде. И, соответственно, будет логично на каждом шаге итерации нам увеличивать наш делитель, чтобы получать более точные решения. Поэтому я пишу наш дивизион, наш делитель. И, например, буду увеличивать его на 25% на каждую итерацию. То есть умножаем на 1.25. Компилируем. А, у нас выскочили какие-то ошибки. Сейчас, соответственно, их исправим. Нашу программу и ничего не увидеть. Потому что нам нужно добавить функции вывода на экран. Опишу стартную функцию из нашего файла rgm3output. Term.print.gen.coord. И первое значение мы передаем ей номер итерации. И потом передаем количество сочинений в нашем механизме и подать сообщенных координат. И также, предлагая вывести значение наших ошибок, кратко пишем term.print.error. Прилогу вводить ошибки в процентах. О личинах по этому вставлю 1, чтобы дописываться знак процента в нашем выводе. И передаем значение от вывода функции из rgm3.reversekinematic. После чего можно еще раз скомпилировать нашу программу. А увидеть ошибки, что мы где-то что-то забыли. Так, ошибки исправили. Вот были опечатки. Запускаем нашу программу. Вот, теперь мы видим наше значение подключенных координат для данного положения. Видим, как они изменялись в течение всех итераций. И видим итоговую ошибку в процентах. Также можно для наглядности добавить абсолютную ошибку. Для этого мы поменяем на 0. Асета будет передавать не r-матрикс уже, а а-матрикс. То есть матрикс, которая содержит абсолютные ошибки. Теперь мы видим не только ошибки в процентах, но и абсолютные ошибки. То есть позиции в сантиметрах по ориентации в радианах. Более подробная информация об используемом методе решения. Ссылка на скачивание моей библиотеки находится в описании.